Он доказывает им, что время благодати пришло, и мы спасаемся даром. Бог дает спасение не за деньги, не за заслуги, не за подвиги, просто дает дар. Вот как царь награждает по своей милости, объявляет амнистию, преступник выходит на свободу. Вот такую амнистию мы получили на Голгофе. Но в ответ нужно только одно маленькое дело, поверить и принять. Поверь, что это тот самый обещанный Мессия, это тот самый посланный Богом Иеговой, Сын Его Единородный. И полюбите Его, и теперь служите Ему. Так что добрые дела не нужны, не нужны совершенно, пока ты не встретился со Христом. Они нужны, но они никакой роли не играют. Потому что разбойник первый входит в рай. Первый, это доказательство. И это место описывая, как говорится, обыгрывая. И Англотаус говорит, он зашел в рай и ходит, смотрит, нигде никого нет. И после него кто первый пришел туда, ему говорят, ты что пришел тут, вор, как ты пробрался сюда. Никого хозяина дома нет, и ты ходишь воровать ищешь. И он описывает, ну, у них воображение играло. Это лучшее доказательство того, что ничего не надо. Вот такой, как ты есть, ты приди Господу смирись. А дальше теперь ты должен быть, как Бог свят. Будьте святы, как я свят. Не ангелу подражать. А чтобы от Бога получить то, что есть у Бога, для этого должна быть связь, канал. И этот канал единственный только молитвы. И апостол Павел говорит так, благодатью вы спасены через веру, и сияние от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творение, созданного Христе Иисусе, на добрые дела. На добрые дела. Хотя у нас в жизни будет все, знакомство, свадьба, рождение, смерть, но все во всем должно быть на добро. Он сотворил и назначил. Твое назначение, вот тебе я даю мандат, вот тебе устав, творить добрые дела, коротко и все. Я избрал тебя. Творить добрые дела, злое это с левой стороны, избави нас от лукавого, понимаете, все время отгребаемся от левой стороны. И так все просто. На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Если мы это поняли, наше поведение в храме будет другим. Этот единственный канал ничем не засоряйте. По милости Божией, у нас такое единство во всем. Друг с другом, со священником, с епископом. Я повторяю, это великое чудо. И мне об этом много лет назад написали из Канады. Редкое явление у вас, что с епископом так у вас все ладно. Обычно с епископом безденья и порядка. Ну местное, смотри, что священники воюют, то они на деньги посягают. Он нас не трогает, ничего. Я это говорю, не заискивая нисколько перед ним. Он был здесь. Вы в книге прощете, какое его слово было сказано. Он только в проповеди меня по имени Отчинству семь раз назвал. Чтобы слушали. Вот чтобы дружные мы были. Меня не будет, вы говорите, засохните все. Вот я смотрю отношение у нас к молитве. У православных понятие о Боге чисто языческое. У священников такое же языческое отношение было. Почему? Язычники понимали так, что до Бога дойти нужно определенное сказать, Сим, открой дверь. А если наоборот дверь откроют Сим, то они не откроются. В сказках везде об этом говорится. Любой, кто с якорями имеет дело, любой шаман, он заучивает слова точно в том порядке. И люди, которые приходят в православие, а как мне научиться молиться? В каком порядке сказать слова? Это подход чистоязыческий. Реформа Никона, она была оправдана в самом начале. Что было? Шестигласие. Вот Богу нужно было во время службы выговорить 153 тысячи слов. Иначе Бог не услышит. А их выговорить для этого потребуется 18 часов и 3 минуты. И что сделали? Разбили на 6 частей. В храме на 6 голосов каждый кричал. Один Акапис считает, третий канун считает, четвертый Евангелие в том конце считает послание. Стоял страшный невообразимый гвалт. Об этом пишут Портопопа, Вакуумник, Нерона, все. Друзья, кто научил понимать так, что Бог иначе не услышит? Это языческое представление. Откройте книгу Леви. Там говорится, как оторвать копыта быку, где сжигать, где сальники, где печень. Бог все... А как молиться нигде не указано. Не кажется ли это странным? Это самое главное. Это быки-то, это временно, а молитва вечная. И ни слова нигде не сказано. Почему? Бог высечет эту искру. Бог не заряжал, занаряживал по сушенку Давиду писать 50-й псалом. Придет время. Споткнешься с крыши-то. Чебурахнешься вниз головой-то. За чужой-то, говорит, потянешься, женщиной-то. И своих всех десятерых потеряешь. А вот теперь сидел и пальцы его водил. Вот, помилуй меня, Боже. Избави меня от кровей. Я понимаю, он за каждой срочкой потоки слез вел. Вышиб Бог из тебя. Бог размочалил Иону. Где? Внутри кита. В этой кислоте. И молитва его, читайте, книга Ионы. Вот Бог услышал. Да где ты, Иона, научился? Здесь, в очреве кита, тиной опутана голова. Значит, в храме Бог тебя не слышал, а здесь услышал. Дожился. Даниил, какой он был, хороший, все. Но вот выскрепы с него Бог молитву с зубами львинными. Читайте молитву. Прекрасные отроки. Как они молились, мы не знаем. Но Бог выжиг из них пламя в огненной печи. Читайте 3 глава книга пророка Даниила. Ну, женщина, как женщина обычно молится-то? Ей только одно, чтобы муж был при ней, да не изменял, да денег побольше наносил. Но случилась беда. Гонится паровон. Едва выскочили из воды, и Мариан запела. Песня входит в богослужение. Бог вымочил из нее. Да не только, но составила хор еще. А песни «Девор и враг» населяют со всех сторон. Бог знал, что будет творчество молитвенное. Это творчество. А почитайте молитвы. Слава Богу, за все читаем. Это необходимо было священнику Григорию Петрову попасть в сталинский гулаг, чтобы его защемило со всех сторон. Эту молитву он не мог создать, когда у алтаря стоял. А сегодня у алтаря теперь везде мы читаем. Вот почему нигде в левитах нет никаких молитв. Это самый главный момент. Я перелистываю Библию. Вообще все молитвы выжаты, выбиты. Они выстраданы должны быть. Мы добили, что у нас 7 минут идет подготовка к богослужению. Ничего выше литургии нет на земле. Ее называют «осколок неба». Данный нам пробиться туда. Нигде реально мы со Христом, если прикасаемся в жизни, только при счастье. Это тело Его. Мы везде только мысленно, в образы. Не прилипляйтесь к образам. Вот приходят по иконам, начинают как слепые бродить. Идолопоклонники вы стали, что ли? Закончится богослужение, мы все подойдем, приложимся к иконе. В храме не раскланиваются один к другому. Пришлось ли намного раньше, подойди к иконе, у нас не запрещается. Не разворачивайся, сядь или стой. Начинается в семь минут, вот движение, то с ребенком выскакивает. А сатане разницы нет, старый ты или молодой, или ребенок. Он через львов подойдет. Полная мертва тишина. Прекратите со священниками ходить, зажигать. Семь минут мы налаживаем отношения с Богом. Господь, удали свою тушу, луху. Сколько за неделю всего было? Успокой нас. Сейчас священник откроет врата. Это мысленно открывается врата неба. Это великое чудо. Бог позволил нам иметь семь минут. Ни в одном храме вы нигде этого не найдете. А это написано в каждом молитвослове. Если в домашней молитве, говорит, приведи чувства свои в тишину. Не тем ли более в храме? Цените эти семь минут. Как только я сказал встать на молитву или кто-то другой, все. Через порог ногу занесла, сразу отступись назад. Полная мертвая тишина. О, Отец! Расчисти мой ум. Благослови пастыря, чтобы слова его были огненные. Чтобы он там, за нас, поднимая руки, добился полного единения с тобою. Вот что нам нужно. Я прошу и здесь, кто с часы. Когда я заканчиваю проповедь, не успею дойти до двери. Тут не больше пяти секунд. Не торопитесь. Такие слова, как Придите, поклонимся. Поклонимся цареве нашему Богу. Говорите медленно. Народ это знает. Вы строчите, как из пулемета. Комон, который не понимает, растягивает. Дотяните этот. Строчите его, говорит, на девятнадцатой скорости. Все равно никто не понимает. А эти слова, которые народ понимает, говорите медленно. Служба будет та же самая. Где-то вы скажите, ну сообразите, что нам связь с Богом нужна, не торопарщина. И так не от дел, а от благодати Божией. И с этим мы пристали перед Богом. В Бытие 4 мы считаем. Это впервые прозвучало из уст Божиих. Грозные предупреждения. Человек готовится сделать грех. Вы заметили, мы работаем с преступниками. И бывает, вам где-то встречается. У них глаза нормально, не смотрят дома. Он обязательно глазами бегает где-то в комнате, по углам шарится. Бегающие глаза, бегающий взгляд. У преступников, у них у всех. Вот я с ним разговариваю. Он только заговорил со мной, он сразу смотрит, кто за мной, за те стороны. Я с ним говорю, я его глаза не вижу. А Господь говорит, если делаешь добро, то не поднимаешь ли лицо твое. Слово «делайте добро» в Библии встречается 159 раз. Нам это мало. Это 159 историй, предупреждений и не выдумки щита, а Духа Святого предупреждения. Это все-таки я из Библии беру. Я ведь проповедник-то не кудышный совершенно. Я всего лишь только пропагандист Библии и Христа. Я хочу, чтобы вы сами, самостоятельно, изучая Библию, припоминали, что я вам говорил. Скажу свои слова, истории поучительные, занимательные, душесчипательные, они останутся здесь. Но когда вы слышите Слово Божие и дома будете считать, ты скажешь, о, а я это уже слышал. Душа тебе напомнит, она встрепенется и скажет, меня уже прочесывали здесь, меня здесь мочалили, меня прожигали здесь. Вот что я хочу, чтобы у вас была прямая связь с Богом. Мы пришли сюда для того, чтобы соединиться с единой, вечной, нераздельной, единосущной Троицей. Премудрый Ферак 12, 1 говорит так. Если делаешь добро, то знай, кому делаешь. Делай добро благочестивому, смиренному. Придумали, что делай любому, Бог разберется где. Нет, совсем не так. Это люди говорят, бестолковые, беспечные. А 1-й Верховный Апостол Петр говорит, добродетели, покажите рассудительность. Рассудительность? Ты подала ему, он пропил. Играет гуслес, ты подал, в житиях написано святого Нифонта. И в ту же минуту поданный рубль оказался в лапах у сатаны в аду. Смотри, какого мы глупого нашли христианина. Он подал нашему артисту. Он, смотри, за что заплатил, за какую-то передачу, за нехороший фильм. Сатана сразу эти деньги присваивает, и потом на мытарстах он тебе предъявит. Ты скажешь, я не был, а вот платил ты даже за это. Вот я тебе дал пищу, а ты взблотнул ее, да еще и деньги заплатил. Добродетели, покажите рассудительность. И Серахов об этом говорит. 14.7. Бывает, что и недобрые люди делают, говорят, а вот он делает добро. Серахов говорит, он делает добро в забывчивости. То есть его главный статус сделать зло. А у нас в забывчивости, если проскользнет какое-то маленькое прегрешение, чтобы было вот так. Всегда только добро. И 23 глава 14 стих. Как против зла добро, так и напротив смерти жизнь. Это напротив. Иногда спрашивают, делать не делать, молить Богу. Написано, все будут научены, и не будет нужны, чтобы один учил другого. Речь идет не о толковании Писания, а о развлечении добра и зла. Если ты не понимаешь, добро это или не добро, ты покинутый Богом. Дух Святой наш учитель. Дух Святой утешитель, руководитель. Надо, не надо, гляжу, сбереблась, уже поехала. Минуту полгода, опять поехала. А ты сначала выпроси у Бога милости, узнать, надо ли ехать, а может ваша сила сидеть спокойно, как пророк говорит. Это Бог ему говорит так. Я пойти хотел, подумай, попроси у Бога благословения, чтобы Бог путь расчистил. Сердце человека приготовил. Чтобы вам это сказать, я всю неделю молюсь об этом. Чтобы мне Бог положил на сердце слова великой премудрости, а ваши сердца приготовил к принятию этой великой премудрости. Что толку я буду стоять здесь в слова кидать, а вы их не будете принимать? Кофеуши ваши будут завязаны по четыре платка. Распакуйте их. Премудрый Савид говорит так, 12.6. Доброе дело благословлять Бога. Написано, что Бог сотворил нас на добрые дела. А мы теперь хотим узнать, а какие же они добрые дела? Я по Библии решил найти и к ним прилепить. Это нам вполне достаточно будет. Добрые дела. А вот, говорит, доброе дело какое? Благословлять Бога. Благословлять это благодарить. Желать, чтобы благословения продолжались дальше. Благослови меня, Господи, я тебя благословляю, Владыка. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Доброе это дело. Тебя огорчили, наклони голову. Пропой, аллилуйя. Делайте добро, и зло не подстигнет вас. Это говорит 33 глава, 7 стих. Делайте добро. Значит, добро предохраняет от проникновения зла. Когда люди делают зло, значит, не был занят ничем. От пустоты, от пустого времяпровождения, от незанятости. Почему? Сказал один человек. Ничем не занятая душа, хорошая кузница сатаны. Он четыре руки тамкует. Ты занимай свою душу, рано вставай на молитву, принуждая ее, больше поклонов делай, и сатана близко не подойдет. Он даже в дом не заглянет, вратаут говорит, где Евангелие будет лежать. Итак, доброе дело молитва с постом и с милостыней. Вот какое обрамление у молитвы. Пост и милостыня. Ты не съел, сэкономил, а ты подай. Найди, куда подать. На духовное, на телесное, на нуждающихся. Найди. Если не знаешь, куда, мне отдай, я возьму. Не знаешь, куда. Купи лишнюю книгу, подари кому-то. Там все божественное, все духовное. И только ненавистники добра Божия могут говорить что-то против. Псалмопевец Давид знал это. 13 глава 3 стих. Смотрел на людей и видел. Назначение у людей творить зло. Нет делающего добро, нет ни одного. Все развратились. Все до единого. Это как бы о нашем времени. Учитесь делать добро. И есть такой плакат, лозунг. Приписывается его разным людям. Начиная с артулянам. Спешите делать добро. Бог сотворил нас на добрые дела. Иаков 4.13 говорит, что есть грех не от того, что ты делаешь, судишь, а просто сложил руки и сидишь. Ничего не делаешь, а грех копится. Почему? А кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Ты знал, что надо посетить. Ты знал, что нужно было что-то сделать. Ты знал, что надо было почитать, помолить. А чего ты сидишь? Да я старый не могу. Возьми лес, посчитай молитву Иисусу. Не можешь ничего. Господи помилуй, повторяй. Каждого ближнего свое вспоминай. Первое послание к Тимофею. Пятая глава, десятый стих. Говорит об избрании на ижделение церковное. Вдовица, которая достигнет 60 лет. 60 лет. Так что, все 60 лет из церкви должна кормить? Нет. Известная по добрым делам. Если она исполнила это. Воспитывала детей в страхе Божьем. Не то, что ни один не сидит, а все верующие. Сами подумайте. Если вам пенсию откажет, то церковь возьмет ли вас на содержание? Воспитали ли вы детей в страхе Божьем? Почитайте это место. Первое послание Тимофею. Тимофеевец зовет 33.15 и говорит, уклоняйся от зла. Делай добро. Ищи мира. И стремись к нему. Ну разве это не программа жизни? Ну а вот это выполнил каждый депутат, президент, патриархство. И жизнь-то изменила. Сразу в коммунизм. К вечеру уже залезем. Повторяю. Уклоняйся от зла. Делай добро. Ищи мира. Как установить. Как примирить людей. В первую очередь с Богом, друг с другом. И следуй за ними. Салом 35.4. У нечестивых людей, наоборот, слова уст говорят его неправда. Не хотят они вразумиться, чтобы делать добро. Я знаю со многими людьми, и о некоторых прямо это мог бы сказать. Они не хотят делать добро. Я их призываю, говорю неоднократно. Пишу даже им. Нет, он как делал, так и. Ни одного доброго отзыва не могу услышать от человека. 36.3. Уповай на Господа. Делай добро. Живи на земле. И храни истину. Какая окантовочка дается добру? Уповать на Господа. Тогда Бог даст возможность выполнить намеченное. Притча 12.14. От плода уст своих человек насладится добром. Значит, если Бог сотворил нас на добрые дела, как сегодняшнее апостольское чтение, так добро идет от уст. Какие слова будешь говорить? Ведь количество разводов в стране уменьшилось бы. Не на много, на мало. Сейчас эти проценты 80 уже развод. Что думаю уменьшилось бы на 79. Если бы женщины прикусили язык. Серпентарий исчез бы. Миллионы змей умерло бы. Мусульманцы, потому нет развода, что они молчат. Больше ничего нет. Развода практически нет. Говорят, что до 3% это за счет иноязычных, русскоязычных. 16.5. Начало доброго пути, а это для юноши, для маленькой девочки, это делать правду. Творить добро. К этому приучайте. Водите за руку. Учите подавать милостыню. Экклесиас 3.12. Познал я, что нет ничего лучше, как веселиться и делать добро. Ну, мы понимаем, веселиться не саламоновым весельем, а веселиться в Господе. Просить Бога, чтобы была духовная радость. 7.20. Нет человека праведного, кто делал бы добро и не грешил бы. Делая добро, это не означает, что ты оправдаешься им. Все равно какие-то мысли, бывает какая-то корысть. То есть я вот посмотрел, у меня бескорыстного добра практически нету. Я обязательно что-то делаю и чего-то от людей ожидаю. То помогут в лагере где-то, то помогут здесь по издательству, то что-то. Корысть-то не в деньгах только. Бывает корысть для пользы того, от кого эту корысть ожидаешь даже. Ну, посмотрел совершенно бескорыстно, чтобы так бездумно. Мне кажется, ни одного дела-то за год и не было. Я все что-то где-то выгадываю. Исайя 1.17 Призыв делать научиться добро к Израилю. Ищите правды. Спасайте угнетенного. Иеремия 4.20 Они умны на зло, но делать добро не умеют. Какие страшные слова. Речь шла о Бога избранном народе. Это все равно, что сегодня кто-то пришел бы к церковь, к священникам, к патриарху и сказал бы, вы умны только на зло, добра делать не умеете. Макфея 5.16 Так светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца Небесного. Лука 6.33 Если делаешь добро... Если делаете добро тем, которое вам делают, какая вам польза? Нужно творить добро и тем, которое даже против нас. А добро заключается в совете, в свидетельстве, в милостыне, в ходатайстве о нем. Иоанн 5.29 И когда наступит судный день, то Бог будет разделять по тому, как мы выполнили назначение. Из Каизыду делавшее добро воскресение жизни, а делавшее зло воскресение осуждения. Значит, по делам Бог будет судить, по делам, которые мы совершили в вере, примиренное с Богом. Иаков 3.13 говорит, мудр ли кто? Ну, как не мудр, кандидатскую закончил, там доктор наук. Разумен ли кто? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Докажи. Разговариваешь с ними и видишь, никакой мудрости нет. Высшее образование, я говорю, вижу он совершенный пень. Гнилой пень. Ни одного отростка нету. Ничего нету. Что значит за высшее? А другая бабушка едва читать умеет. Ну, столько мне света, столько доброты в глазах, в делах. Всюду. Апостол Петр понимал это, так же, как Иаков, как Иоанн, 1 Петра 2.12. Чтобы мы провождали жизнь добродетельной среди язычников, дабы они видели наши добрые дела, безбожники даже, прославляли Отца Небесного. Третье послание Иоанна 1.11. Кто делает добро, а мы на добро сотворено, запитает тот от Бога. Так а если бахтиз делает от Бога? А если Кришнаит делает от Бога? Момент, когда он делает добро, вот это от Бога. Хотя учение его и от сатаны. Бог делает так, чтобы все познали его через добро. Когда вспомнят потом, да ко мне верующий помогал. Антония призвали на фронт. Война была с Варваром. И он шел. Шел, а дорогу остановили в селении, где христиане. А христиане вышли на встречу, вытащили женщины пироги, разложили. Это так тронуло его. А проходили по языческим. А с ним все запираются, никто не выходит. И он вышел и говорит, а кто это, что это за люди такие? Мы же знакомы, никого знакомых нет. А чего же они вышли-то прям на встречу и воды, и молока, все. Да это же христиане, это такие дурные люди, это злодеи. Как же злодеи? Да конечно нас кормили. Ну кормили они за игры, чтобы затянуть нас к себе-то. И он стал христианином, через это стал искать и пришел. Как о нас люди будут говорить, как перетолкуют наши дела, на это не надо смотреть. Надо творить добрые дела. Криминам 2.20 Постоянством в добром деле, постоянством искать мира и любви. И криминам 13.3. Делай добро, и получишь похвалу от властей на земле. Может быть дослужишься, будешь делать социалистического труда. Орден какой-то тебе дают. Знак почета, ударник коммунистического труда. Ну и к пенсии какая-то прибавка. Вот что мы нашли, если только будем выполнять, что мы сотворены на добрые дела. Мы благословенны Богом, что слушаем сегодня великие слова Великой Библии через великого апостола Павла. Аминь.